Привет, с вами Дигизем. Сегодня будет утро, как сделать анимированную сцену с вот таким реалистичным ночным океаном в программе Cinema 4D. Также в сцене создадим ночное звездное небо с плавающей в океане Луной и с ее отражением на водной поверхности. Если вы готовы, то поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Открываем программу Cinema 4D. Создаем примитив плоскость. Задаем ей вот такие параметры. Отлично. Далее в сцену добавляю плагин HOT4D. Это бесплатный плагин. Откуда его скачать и как установить, смотрите вот в этом видео. Теперь я зайду в настройки сцены и сделаю 24 кадра в секунду. Теперь настроим наш плагин. Здесь мы настраиваем размер нашего океана. Тут изменяем скорость ветра. Делаю временную шкалу 0.175. Сцену я создам из 432 кадров. Вот эта настройка отвечает за создание циклической петли анимации океана. То есть я ставлю 432. То есть с этого кадра заново начинается анимация у нас с нулевого кадра. Окей. Тут я могу изменить направление ветра. Здесь мы изменяем чопорность. Ну сейчас не особо видно. Здесь я сейчас изменю высоту волн. И вот теперь можно посмотреть, что такое чопорность. Чопорность это что-то типа остроты вершины волн. Оставлю единицу. Изменю еще разрешение океана. И в принципе мы уже закончились с настройками нашей вводной поверхности. Далее создаю материал. Удаляю этот слой. Создаю новый. Делаю такие настройки. И готово. Окей. Далее пока отключу свет слоя. Теперь я создаю примитив сфера. Создаю еще камеру. Настрою ее положение. Теперь создаю плоскость. Это будет наш задний фон. У меня уже заготовлена текстура для заднего фона. Переношу ее в программу Cinema 4D. Также настраиваю. Добавляю текстуру в параметр свечения. И изменяю ей разрешение. Теперь смотрим какое разрешение у нас у первоначальной структуры. Такие же параметры задаем плоскостью. Окей. Теперь передвину ее. Далее увеличу ее в размерах. Подгоню под нашу сцену. Теперь настроим положение сферы. Примерно здесь. Изменю радиус сферы. Чтобы наша сфера плавала на поверхности океана, я добавляю объект 0. Ему придаю тег принуждения. Ставлю галочку звено связки. Здесь ставлю поверхность. И в строку, где цель, перетаскиваю плоскость. Окей. Теперь наша сфера привязана к водной поверхности. И как будет вести себя водная поверхность, так будет вести наша сфера. То есть сфера будет также перемещаться по волнам. Отлично. Мы можем посмотреть, как это выглядит уже на готовом проекте. Можно еще немножко опустить камеру. Неплохо. Далее в программу я загружаю текстуру поверхности луны. Теперь я хочу немножко заанимировать камеру. Как будто камера качается на волнах. Отлично. Теперь добавляю материал на сферу. Вот так сейчас выглядит наша композиция. Наша сцена. Настраиваю материал поверхности луны. Далее добавляю свет в нашу сцену. Яркость вообще убирает до нуля. И добавляю удаленный свет. Далее настраиваю его под нашу сцену. Отлично. Сделаю поярче. Во вкладке сцены добавляем нашу сферу. Ставлю включаем. То есть включаю нашу сферу. другой вариант как это можно еще сделать это изменить настройки материала добавить текстуру свечения увеличить немного яркость готова теперь перейдем к настройкам брендера сглаживание диаметре меня и на лучшее порог ставлю 5 процентов разрешение ставлю full hd все кадры частота кадров 24 соответственно куда сохранять формат можно png и mp4 такой захотите выбираю 16 бит и нажимаю на рендер вот такая сцена у меня получилось надеюсь что у вас получилось гораздо лучше если вам видео было полезно ставьте лайки если не понравилось ставьте дизлайки подписывайтесь на канал впереди еще очень много чего интересного и полезного всем удачи и пока пока